Музейная ночь уже давно вышла за рамки классического мероприятия, как и за рамки музея как такового. Развлекают зрителей на всех культурных площадках города. В этот особый майский вечер сотни бичан собрались на архиерейском подворье. Сесть за руль ретроавтомобиля, поучаствовать в исторических реконструкциях, прогуляться по архиерейским погребам и по тайным лестницам. Полное погружение в другую эпоху. Здесь разъянута выставка с прошлого года. Там работает у нас молитва, воплощенная в металле. Это церковное медное литье. Почти 200 экспонатов представлено здесь из фондов музея. Наши помощники, учащиеся в Бийском лице, помогают в этом году проведению музейной ночи. Они в экспозициях православной ярмарки, бискупеический, также представят свои интересные авторские программы. Одна из программ будет посвящена и нашему знаменитому Александровскому парку города Бийска. Путешествия во времени еще дальше в эпоху палеозоя организовали в музее Чуйского тракта. Среди экспонатов выставки – окаменелые трилобиты. Их возраст около 500 миллионов лет. В то время на Алтае было море. Аммонит появляется в дивонском периоде. Это новый подкласс головоногих моллюсков. Он появляется в начале дивона. Это такое интересное существо. Родственник, дальний родственник этого аммонита, кстати, сейчас в современном нашем периоде – это наутилус. Это единственный головоногий моллюск, сохранивший внешнюю раковину. Очередь в музей – мечта сотрудников. Зрители музейной ночи особо жадные до впечатлений. Наблюдает за всем, но ищет самое интересное. А потому форматы предлагают разные – интерактивы, лекции, квизы. В особняке Асановых программу продумали детально. В этом году музею исполняется 110 лет. Это и определило тематику мероприятия. Прежде всего я рассказывал о семье Асановых. О том, как прибыл сюда Николай Иванович Асанов, сколько у него было детей, чем он занимался, ну и трагическая судьба этой семьи Асанова, его детей. То есть вся история этой семьи и какой след они оставили в истории убийства. Чем насыщеннее программа, тем ярче впечатление. Обзорную экскурсию по купеческой усадьбе дополнили чаепитием в саду. Угощали пирогами и душевными песнями. К сожалению, день музеев только раз в году. Очень приятные впечатления. Мы поем песни. Все песни такие детские сначала пели, теперь вот патриотические уже. Замечательный вообще праздник удался. Великолепно, замечательно, незабываемо. Очень такая атмосфера дружеская. Все поют в виде нене. Приятно здесь находиться. Вообще у нас традиция. Мы каждый год ходим с детьми. Кстати, именно семейные традиции и реликвии стали темой музейной ночи 2024. Насладиться прекрасным под покровом ночи пожелали сотни бича. Алена Кисеева, Кристина Чернова, Илья Питков. Будни. Продолжение следует...